Всем привет! Я Набук Ирина. Сейчас я буду дизайн делать с использованием кошачьего глаза, немножечко видоизменять и делать его с некоторыми другими оттенками. Так что для того, чтобы сделать такой дизайн, я взяла черную подложку, черный гель-лак и сейчас покрываю гель-лаком кошачий глаз. Перед этим хорошенечко его взболтаю. У кого в один слой не получается, покрывайте в два слоя, мне будет в один слой. Итак, делаю боковой блик. Вот он у меня получился. И кладу в лампу. Пока у меня идет просыхание, сразу вам расскажу, чтобы сделать такой эффект, вам необходим либо витражный гель, ну не гель, простите, витражная краска, либо гель витражный для наращивания ногтей, но тогда вы этот гель можете использовать только для наращивания ногтей и только для твердой гели. То есть на натуральные ногти вы уже этот дизайн делать не можете. Вот. Красочка у нас, если вы хотите использовать витражную краску, то тогда она смешивается с топом в небольшой, в очень маленькой дозировке, чтобы ваш топ оставался, ну чтобы сам, как сказать, все его химические свойства оставались прежними. После этого, как вы эту витражную красочку вместе с гелем покрыли на ноготочек, обязательно перекройте еще раз топом, потому что все-таки могут быть и пробелы, и прогалины всякие разные, поэтому мы этого делать не будем. Итак, я просушила наш ноготочек, я буду использовать немного другую технологию. Я буду использовать вот такой гель, это гель-лак, называется он TNL Glass Effect. У них там вообще очень много таких гелей разных оттенков, разных цветов. В чем особенность этого геля? То, что он витражный. Видите, он такой бордовенький или красненький какой-то такой. То, что он витражный. У меня, к сожалению, пока что один, поэтому я сейчас с ним покажу этот дизайн. Вот с этим гелем у вас никаких проблем с натуральным ногтем не будет, да? То есть, вы им покройте, как гель-лаком, и все у вас будет замечательно. Итак, я беру и покрываю мой ноготочек с кошачьим глазом данным гелем. И получается вот такой перелив. Видно? Видно? Вот. Ко всему прочему, что можно еще здесь делать? Вот видите, у меня здесь на этих ноготочках золотой небольшой проблеск. Это у меня золотая гель-краска Miranda. Вот такая золотая гель-краска. Она, в принципе, схожа с гель-лаком. И поэтому, в принципе, не будет никаких проблем, если вы тоненько возьмете немножечко, да, и нанесете ее. Но сейчас я хочу немножко проэкспериментировать. И я взяла ту же гель-красочку, только жемчужного цвета. Прямо чуть-чуть, чуть-чуть жемчуга на кисточку. И сделать с жемчужным оттенком. Или как бы с этими мелкими переливами, но они уже будут немножко другого оттенка. Ну, серебряного, что ли. Вот. Вот такая красота получилась. Да, видно? Мелкие-мелкие гранулы, которые там переливаются. Или не знаю, как кристаллики как будто. Вот посмотрите. Видите, у меня просто нет ни одного... У меня всего 4 или 4, кажется, оттенка вот кошачьего гель-лака. А все какие разные получаются, да. Ну, естественно, я вот здесь использовала, например, здесь витражную красочку, да, там использовала. Здесь там простой гель, там использовала такой витражный, да. То есть и с разным уже эффектом все получается. И с разными оттенками. Сейчас я вот этот наш ноготочек положу в лампу, просушиваю. Здесь даже какой-то гранатовый оттенок. Вот. И перекрою топ топовым слоем. У меня топ гель-лака Memory. Который даст нам красивый глянцевый оттенок. Вот такая технология. Надеюсь, что вам будет интересно использовать ее для своих работ. Чтобы не покупать большое количество, соответственно, гелей, кошачий глаз, да, ну, я имею в виду гель-лака. Вот. В принципе, по стоимости это очень хороший вариант. И также большое, есть, ну, как бы, есть много технологий, которые вы можете использовать. То есть, используя вот этот вот гель-лак, да, то есть можно делать много интересного дизайна. Так. Просохло. И сейчас я покрою это все топом. На натуральных ноготочках это будет смотреться очень красиво. Да и на любых ноготочках будет красиво смотреться. С новым эффектом. С новым переливом. Все. И кладу в лампу. Итак, сегодняшняя технология. Я ее показывала в перископе. Вот сейчас доснимаю. Как сделать из одного-двух гель-лаков кошачий глаз, если у вас всего в коллекции мало, да, этих гель-лаков. Как можно сделать прям большой, интересный, интересную, большую раскладку, да, понятно. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok